Друзья, всем привет! Поздравляю с началом нового инкубационного сезона. И в этом видео хочу коснуться, на наш взгляд, важных вопросов подготовки инкубационного оборудования, которое стояло в межсезонье, либо вновь приобретенного, как вот в нашем варианте, о тех мероприятиях, которые, на наш взгляд, необходимо провести до момента закладки большого количества или какого-то ценного яйца в наше с вами оборудование. Поехали! Первое, на что нужно обратить внимание, на наш взгляд, это то помещение, в котором будет находиться у вас инкубатор. Вы должны обеспечить определенный диапазон температур, для того, чтобы он смог корректно работать в этих условиях, доступ свежего воздуха в это помещение и по возможности удаления отработавшего. О том, как мы решили этот вопрос, будет ссылочка в углу экрана. Далее, что я бы, наверное, советовал сделать, это проверить калибровку датчиков. Датчиков, которые отвечают за влажность и за температуру в инкубаторе. Производитель оборудования обычно делает это на месте, но дело в том, что разные условия нахождения инкубаторов у вас. То есть у него там одна температура может быть наружного воздуха, у вас совершенно другая. Поэтому я бы советовал все-таки проверку хотя бы произвести. Плюс вам будет полезно подкинуть какие-то датчики, ну пускай там даже дешевые китайские, или вот как я, допустим, использую вот такой датчик, вот такой датчик, ну и вот такую метеостанцию самую простенькую, для того, чтобы иметь возможность еще эти щупы разместить в какие-то зоны инкубатора, дабы контролировать разброс температуры, или крепить эти датчики на яйцо во второй фазе инкубации, чтобы отслеживать, нет ли перегрева на яйце. Прибор для поверки датчиков температуры и влажности в вашем инкубаторе, который нам доступен и, скажем так, стоит адекватных денег, мне кажется, что это единственный вариант, это вид 2. Гигрометр психометрический, который по диапазону температур подходит для поверки датчиков температуры и влажности в инкубаторе. Вот, я приобрел 2 таких гигрометра, дабы исключить возможность погрешности самого прибора. То есть я сравнил, что они показывают одинаково, и вот калибровку производил сразу по 2 датчикам. Один у меня был подвешен вот в верхней части инкубатора, другой в нижней. И я переставлял, значит, объединял в общий пучок, получается, у меня 4 датчика температуры, фиксировал их на уровне колбы вот этого гигрометра, сначала верхнего, потом нижнего, и сравнивал по ним температуру. Тем самым проверяя, что показания были у них точны и не расходились. Если расхождение присутствует, вы можете откалибровать с помощью функции блока управления инкубатора, с помощью калибровки вот в таком приборе и в таком приборе. Но в таком приборе вы не можете откалибровать, поэтому я взял фактическую температуру показания этого прибора и сделал поправку, что он показывает на 0,6 градуса больше. То есть, если мне нужна температура, допустим, чтобы была 37,2, на нем будет 37,8. Вот. Что еще? Ну, соответственно, мы проверяем влажность также по таблице вот этого прибора. Смотрим, чтобы показания не расходились. То есть, я сюда не вешал дешевые китайские гигрометры, потому как у меня будет стационарно висеть вот этот вот. Более точные показания в наших бытовых условиях, я думаю, мы не сможем снять. Вот исключительно используя только вот этот вот прибор, мы можем рассчитывать на точные показания. Но это мое мнение, я не утверждаю, не говорю, что это истина. По поводу калибровок датчиков-инкубаторов с помощью китайских вот этих вот термометров, да, гигрометров, некоторые умудряются пирометрами калибровать, что вообще является, на мой взгляд, большой глупостью, потому что китайский пирометр, который также есть в наличии в моем хозяйстве, показывает все, что угодно, только нереальную температуру. Вот. Хороший прибор, который, значит, тарирован, да, и прошел проверку, и может показывать какую-то температуру, стоит очень дорого. Это за 40 тысяч. Все, что дешевле, это бытовые приборы, которые показывают тепло или холодно. Ну, если говорить конкретно инженерными понятиями. Так что, то, что нам доступно, да, то, с чем мы можем сравнить и взять за эталон при калибровке датчиков температуры, на мой взгляд, это прибор вот этот под названием ВИД-2. В паспорте к этому прибору указана погрешность по диапазонам температуры, она разбита, где вы уже вносите корректировки в показания по вот этому термометру, исходя из написанного в паспорте. Вот. Но мне попались хорошие приборы, и в интересующем меня диапазоне, в районе 38-37 градусов, они не требуют корректировки, и показывают практически одинаковую температуру. В принципе, приборы точные, и вот при проверке по этим приборам выяснилось, что калибровка этого инкубатора не нарушена, все нормально. Вот такие гигрометры у меня есть в наличии, это ВИД-1, как раз вы можете видеть, с диапазоном температуры от 0 до 24, и ВИД-2 с диапазоном температур от 15 до 40, и таблица влажности на обоих приборах. Нам нужен вот для калибровки датчика ВИД-2, он нам подходит для калибровки в инкубаторе. Приобрести их можно в магазине медтехники. С прибором идет вот такой паспорт, здесь указан порядок работы, пример, как рассчитывать влажность. Дублируется таблица психометрическая, которая есть на самом гигрометре, и с ним идет вот такой паспорт изделия. Здесь на обратной стороне указаны поправки к термометрам. Вот здесь вы можете, если прямо нужна суперточность, учитывать эти поправки. Далее, значит, после проверки датчика температуры, датчика влажности, естественно, нужно нам прогонять инкубатор, посмотреть, чтобы он поворачивал яйцо, чтобы ничего нигде у нас не скрипело, не заедало, не цепляло. Вот, проверить работу увлажнения. Ну, в общем, общую работу инкубатора проверить, скажем так. Еще на что я обратил бы внимание, это на стабильность входящего напряжения. Все-таки для инкубатора это важно. У меня вот в данном варианте работает через стабилизатор. Стабилизатор стоит вот там, за стенкой. Большой стабилизатор на 10 кВт. Он разведен у меня на жилую зону дома. И есть у меня отдельный щиток, вот здесь, который идет через стабилизатор. И я пока временно вот таким удлинителем запитал инкубатор. Чуть позже у меня здесь будет проводка стационарная, уже тоже через стабилизатор. Так, ну и самое главное, наверное, все-таки не рекомендую я делать полную закладку какого-то дорогостоящего яйца в новый инкубатор. Вот так вот с бухты-барахты, не проверив его работу на небольшом количестве, скажем так, менее ценного яйца. Вот допустим, в нашем случае мы собрали яйцо не сушек. И была у меня оказия взять яйцо муларда. И я, короче, воспользовался этой ситуацией и заложил еще 60 яиц муларда. Рискуя, в принципе, ну такой не слабой суммой, вот, хотел изначально я просто прогонять наше яйцо не сушечное. Ну, в общем-то, думаю, что должно быть все нормально. Потому как вот предпосылок к каким-то проблем я на данный момент не вижу. Все было откалибровано, все как бы адекватно, пока работает посторонних никаких шумов, признаков неисправности я не вижу на данный момент. Ну, а там посмотрим. Посмотрим, как покажет это оборудование себя, обязательно расскажем вам. Все, желаю всем удачных инкубаций, всем спасибо, всем пока.